Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас замечательный солнечный день. 11 сентября, на улице плюс 26, и даже не верится, что уже наступила осень. В Минске сегодня день города. В Америке отмечается 20-летие сноса пары небоскребов в Нью-Йорке. Ну, а мы с вами едем в довольно интересное место в городе Минске. Мы едем в Шабаны. Шабаны – это район, который находится у нас в конце Партизанского проспекта, на который мы сейчас свернулись кольцевой дороги. Чем же славится так Шабаны? Ну, славятся они в первую очередь тем, что якобы отличаются своей самобытностью. Что в этом районе опасно ходить по вечерам, что здесь легко слопотать в пятак, что, не дай бог, вам клеится к местным девушкам и тому подобное. То есть, это истории, характерные для любого рабочего спального района. В истории я слышал в свое время про Чижовку, про Серебрянку, про Ангарскую и про множество других районов города. Все эти районы объединяло одно. В них жил пролетариат, многочисленных заводов и фабрик Минска. В 60-е, 70-е годы Минск очень активно рос и приезжало в город много населения и из других городов Белоруссии, и из деревень. И да, конечно же, эта публика приносила свои понятия, свои нравы, что, в общем-то, сказывалось и на криминальной составляющей жизни в этих районах. Но время идет. Былые герои уже стали старыми, кто-то отошел в мир иное, да и правоохранительные органы сделали свою работу. Те, кто отсидел, уже вряд ли хотят возвращаться к былым делам, да и уже старые, на самом деле. И эти районы превратились уже в спокойные и стареющие спальники. Если кто-то не согласен со мной, ну, расскажите свои истории, расскажите, о чем я не прав. Хотя, я думаю, что все согласятся, что сейчас шабаны совершенно не те, которые были 10, 20 или 30 лет назад. Почти доехали до Шабанов и сейчас будем поворачивать. Сами шабаны очень маленький район. Это всего лишь два квартала и четыре улицы. Насколько я знаю, шабаны делятся между собой на старые и новые. Старые это хрущевки, пятиэтажки, а новые шабаны, это уже большие 9- и 16-этажные дома, которые уже возникли значительно позже. Итак, мы повернули уже на шабаны, на улицу Селицкого. Немножко недобно нам снимать, солнце светит прямо в объектив, поэтому картинка может быть не очень качественной. На обратном пути я проедусь еще по этой улице, так, чтобы солнце было сзади, чтобы дать вам более качественную картинку. Ну, а сейчас смотрим район. Для тех, кто здесь когда-то жил, для тех, кто его помнит, я умолкаю. Смотрите на шабаны и слушайте музыку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok